МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День утром нам поможет йога, а точнее упражнения, которые бодрят лучше, чем кофе. Выполнять их будем под чутким руководством инструктора йоги-студии «Инсайт» Евгении Скоробогатовой. Повторяйте за нами. Жень, я рад вас приветствовать. С чего начнем комплекс упражнений? Разминку мы начнем с шеи, с медленных поворотов, головы вправо и влево. Движение. Медленный подбородок параллельно полу. Заводим подбородок с каждым разом за плечо все дальше и дальше, для того, чтобы включить работу всей линии шеи. И плавно из этого положения мы выходим в полукруг, прокатываясь подбородком вдвой ключи. Работаем от плеча до плеча, только по нижней дуге. Здесь обращайте внимание на вытяжение задних линий шеи. Дальше задерживаемся по центру, в середине. Правую ладонь вытягиваем вверх, ладонь укладываем в область левого виска и наклоняем голову вправо. Здесь важно расслабить плечи и лопатки, подбородок увести чуть выше. И наблюдать, как тянутся боковые линии шеи слева. Левую ладонь заведем за спину. Почувствуем, как левое плечо, опускаясь вниз, подтягивает и усиливает вытяжение. Мягко возвращаемся в исходное положение. Поменяем руки правой ладонь. Левую ладонь вверх, лобость правого в ухо и мягкий наклон в лево. Плечи лопатки расслаблены, опущены вниз, подбородок чуть выше. Опускаем вниз правое плечо. И правую ладонь убираем за спину, наблюдаем за усиленным моментом вытяжения. Руки собираем перед грудью в замок, убираем его за макушку и вытягиваем себя за затылок вверх. И дальше начинаем подбородок подтягивать к лечицам. Мы наклоняем голову вниз. Здесь важно расслабить плечи. И ладонями бережно продолжаем голову наклонять ниже и ниже. И чувствуем вытяжение в районе лопаток и вытяжение всех мышц спины вдоль позвоночника. Ладони собираем перед грудью. Это жест называется намасте. Ладони приподнимаем высоко. И подбородок укладываем на отведенные большие пальцы. И подталкиваем подбородок вверх. Остаемся в этом положении. Здесь у нас тянется зона подбородка, плечи и лопатки опущены вниз. И нам можно еще раз тянуть боковые линии тела. Правую ладонь мы ставим в сторону. Левую себя накрываем. Уходим в боковое вытяжение. Боковой наклон. Здесь старайтесь грудную клетку развернуть вперед. Взгляд из-под руки вверх. Потолок. Очень важно, чтобы бедра оставались на коврике. Если таз приподнимается, то рука может чуть приподняться так же. О, поскольку нам важно само вытяжение. Если таз приподнимается, вытяжения не будет. И возвращаемся в центр, в исходное положение. И все то же самое в другую сторону. И следующее. Нам нужно разогреть позвоночник. Ладонь мы оставляем на коленях. И округляем спину, проваливаясь вовнутрь. Делаем глубокий выдох, сдуваясь как воздушный шар. Выдох. Со вдохом наталкиваем грудную клетку вперед. На два ладых чуть выше. Вдох. На выдохе снова скругляемся вовнутрь. Плавная волна. Выдох. Вдох. Остаемся по центру. И дальше нам нужно выйти в позу. В положении на четырех опорах. Поза стола. Ладонь оставляем в коврике. А здесь важно соблюдать соосность суставов. Это значит, что сустав должен находиться под суставом. То есть запястье, плечо, локоть. Все в одной плоскости. И важно, чтобы в коленях оставался прямой угол. Колени на ширине таза. И пальцы ног под пятками. Пальцы ног под пятками. Здесь мы будем работать сначала грудным отделом. Грудной клеткой мы проваливаемся в пол. И наблюдаем за тем, как соприкасаются лопатками. И дальше отталкиваемся. Таз при этом нейтрален. Он не двигается. Поясница нейтральна. Работает только верхний грудной отдел. Мы будто бы катаемся на руках, как на лифте. Тело у нас достаточно разогрето. На всем уровнях. Разогрето суставы и мышцы. И дальше мы готовимся к вытяжению грудного отдела. Это будет небольшая скрутка. Мы остаемся на животе. И правую ладонь выводим в сторону от себя, под углом. И левая ладонь остается прижатой в коврик. Мы будем ей отталкиваться. Нам нужно корпус перевернуть вправо. Накатить вес тела в правую руку. Колени подогнуть к груди. Мы остаемся здесь. Стремимся уложить мягко плечо в пол. Мягко возвращаясь на живот, нужно сделать компенсацию. Возвращайтесь на живот. И руки можно сложить вот таким образом. И отдохнуть. Жень, есть ли какие-то ритуалы после практики? Да, после проведенного занятия мы благодарим свое тело за вклад в наше здоровье, хорошее самочувствие и за будущее прекрасное отражение в зеркале. Жень, ну а я в свою очередь благодарю тебя. До скорой встречи. И, кстати, эти упражнения отлично подходят для того, чтобы привести свое тело в тонус перед трудовым днем. А также для того, чтобы расслабиться после работы. Комплекс не имеет противопоказаний и хорошо снимает напряжение и усталость. Но чтобы хорошо себя чувствовать на протяжении всего дня, одной зарядки недостаточно. Необходимо подключить правильное питание. Принимать пищу рекомендуется шесть раз в день. Это завтрак, обед, ужин и три перекуса. А вот от того, каким будет завтрак, зависит настроение на весь день. За вкусным и полезным рецептом мы отправились к шеф-повару выездного ресторана Марины Никитиной. Мария, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить фритату. Это итальянский омлет. Будем добавлять туда болгарский перец, шампиньоны, свежие томаты. А снова возьмем куриные бедрышки. С чего начнем? Начнем с куриных бедрышек, потому что это продукт, который дольше всего будет готовиться. Куриные бедрышки порежем небольшими мелкими кусочками. Будем обжаривать на сковороде. Далее добавим болгарский перец, шампиньоны. Сверху украсим все томатами. Зальем сливочно-яичной заливкой и отправим запекать. Приступим? Давайте. В первую очередь возьмем куриные бедрышки. И, как мы уже сказали, порежем их мелкими кусочками. Мы мелко порежем болгарский перец и шампиньоны, чтобы все было, так сказать, в одной тональности. Томаты мы будем резать кружочками. Это делается для того, чтобы весь вкус остался внутри. И это еще будет дополнительным декором для нашей фритакты. Наши ингредиенты готовы. Теперь мы можем разбивать яйца. Нам потребуется 5 яиц. И все, конечно же, зависит от размера вашей сковородки. Потому что, так как у нас большая сковородка, у нас 5 яиц. Если у вас маленькая сковородочка, вы можете обойтись и тремя-двумя яйцами. Теперь добавляем молоко. Соль. И перец. Аккуратненько, венчиком. Все это перемешиваем. Теперь можем начинать жарить. Как мы уже сказали, начнем с курочки. Теперь добавляем болгарский перец. Курицу мы тоже немножечко подсолим. Но только в самом конце, когда будут добавлены все ингредиенты. То есть мы добавим шампиньоны, томаты. И в самом конце это все подсолим. Все должно быть полуготовое. Но за исключением курицы, конечно. Потому что все основное потом дойдет у нас в духовом шкафу. Теперь добавляем томаты. И остатки шампиньонов, которые мы оставили для декора. Теперь все это подсаливаем. Добавляем перец. И заливаем нашей основой. Посыпаем пармезаном. И отправляем все в духовку. Какая красота. Итак, наша фритата готова. Багет наш готов. Для декора у нас все есть. Будем использовать соус песто. Сливочный сыр. Поэтому можем приступить к декорированию. Есть много разных способов. Можно порезать его треугольничками. Можно вырезать кругом. Так как у нас все-таки форма круглая и есть багет, мы будем делать треугольнички. Берем сыр. Делаем из него красивые кнельки. Маленькими ложечками. Добавляем немножечко. Добавляем грызелье. И в принципе можем уже все это продегустировать. Наше блюдо готово. Мария, какое название ему сегодня придумали? Давайте назовем его «Итальянское утро». Давайте. Приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. 1 апреля. Всемирный день смеха. Сегодня принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. Накануне в Ульяновске побывал король анекдота. Мастер перевоплощений. Человек, который знает о юморе все. Игорь Моменко. И это не шутка. Анекдотик. Узбек едет на верблюде. Жарко. Вас вообще легко вывести из себя? Или вы каждый конфликт можете обезвредить шуткой? Вообще мне не до шуток, если меня выводят из себя. Но вывести не просто. Бывает это редко. Я ужасно гневен. Это бывает очень редко, чтобы меня выводили из себя. В основу многих, можно сказать, анекдотов, шуток, ложится история. Супруга пила, а муж любители, ну скажем, немножечко употребить. Потому что жена пила, а муж топор. Ну да, да, да. С чем это связано? И прошла ли, ну, позволю себе сказать, эпоха вот такая? Вообще считаю, что эпоха хорошего юмора не может пройти никогда. Злободневный юмор – это другое дело. Сатира современная, в зависимости от того, в каком времени она происходит, тоже недолговечна. А юмор, как по себе, сам по себе, репризный, смешный юмор, он не иссякальный. И если мы читаем доченька, который писал сто лет назад, то нам все равно очень смешно. И дробь и так далее. Эти шутки всегда кажутся современными, потому что они очень высокого качества. Шутили ли вы когда-то над друзьями? Я не вспомню сейчас какой-то розыгрыш, но шутил, но беззлобно. Есть люди, которые ядовиты в этом плане, они шутят нехорошо, они не будут рассказывать о каких-то актерах и так далее. Но эти шутки, эти подшутки, надо так, чтобы человек рассмеялся, в конце концов, рассмеялся вместе с тобой, чтобы он на тебя не обижался, чтобы был готов еще к таким розыгрышам. Были ли, может быть, какие-то ситуации, ну скажем такие, с точки зрения юмора, за которые вам, может быть, до сих пор стыдно? С точки зрения юмора? Вы знаете, мне становится стыдно, если я вижу плохого исполнителя. Когда зритель заинтересован, зритель готов воспринимать его шутки, смеяться, аплодировать. А это однозначно некачественный артист, и как актер некачественные шутки не те. И у меня такое ощущение, когда я стою даже за кулисами, такое ощущение, что народ будет поклядывать, он тоже с ним, он тоже юморист. В свое время, когда я работал в цирке, мне такое было с цирковыми актерами, когда я привык к приличному юмору, вернее, уровню циркового искусства. Я как бы советский человек, что там говорить, а советский цирк, безусловно, очень высокого качества. И когда деградация цирки началась, то я смотрю за колледжами цирковые номера, и мне, честно говоря, бывало стыдно, когда я вижу, что низкого пошиба, очень, наверное, очень слабые артисты, очень слабые трюки и так далее, клоуны не смешные. Ну, бывало такое. А вы говорите о деградации, с чем это было связано, по-моему, на ваш взгляд? Вы знаете, я считаю, что с падением Советского Союза какой-то перелом произошел, и это касается вообще практически всех видов искусства. Если раньше были певцы, мы посмотрим, допустим, песню «72», там выходит 5 певцов, но они все однозначно высокого уровня. Это же блестяще прекрасно, сейчас 5 тысяч, если больше, мое мнение. А выбрать не было, на самом деле. Ну, есть лучше, хуже, это понятно, но по большому счету у такого уровня артистов. Я в данном случае о вокале говорю. Тоже касается и юмора, и киноактеров, и актеров театра. То есть все, что было, я не смог, но то, что было раньше, это уровень другой. Если мы посмотрим советское кино и сравним с современным, то небо измена. Со мной все понятно, человек стал старозакалкин, но я действительно пересматриваю комедии, то я пересматриваю советские комедии. А то, что снимается сегодня, ну, мягко говоря, мне не нравится. И что мне нравится, что мои дети тоже смотрят именно то, что я смотрю. Не потому что заставляют, это их выбор, их мнение. И меня это безусловно радует. В свое время я, мне начал нравиться джаз, я посадил многих людей на этот вид музыки, которые я неблагодарен был себе, потому что, если бы не ты, я бы не привязался к джазу, теперь я не в счастье, потому что есть такая душа, такая джаз. Вы сейчас джаз слушаете? Я слушаю джаз, и опять же, я слушаю музыку высокого уровня. Если это рок, фьюжн, все что угодно, но людям это было высокое. Попса, есть тоже, так называемые попса, есть тоже очень высокое. Там тоже Элтан Джон, там тоже, то есть Эйвандер, это в принципе попса, но какая, к какому уровню, качество, только то есть. Как вы относитесь к современным комикам? Комик, комик роде, есть хороший, есть комик, сейчас вспомню, Моменко, вот хороший. Не спорю. Нет, но есть разные комики, хорошие, плохие. Кроме момента, кто из современных комиков, на ваш взгляд, заслуживает того, чтобы оставаться на сцене? Ну, я боюсь кого-то упустить, пусть не просят мои коллеги, если будут смотреть это интервью. Но, безусловно, Владимир Юнакур, безусловно, Максим Галкин, талантливый человек, он немножко там занимается не всегда чисто юмором, безусловно, очень талантливый бородист. Братья Пономаренко не нравятся, Гербатенко и Серёжа, Гена Ветров, Юра Кальцев. Ну, я говорю, боюсь, Лена Воробедовна. Ну, да, да, да. А если говорить об новом поколении? Вы знаете, однажды один очень хороший артист назвал многих современных комиков произносителей шуток. Ну, да. Я считаю, если ты вышел на сцену, то ты называешься артистом. Сказку, ты читаешь притчу, какой-то роман, то ты должен его подать. Потому что книжки так любого читают. А ты должен, как артист, это подать, чтобы народ заслушался, чтобы не хотел уходить. Также приходит блондинка в гости. Привет, как дела? Нормально. Хочешь фокус покажу? Давай, смотри. Видишь, свет горит? Ну, смотри внимательно. Видишь, нету? Нету. А где он? Кто? Свет. Я не знаю. Смотри. Холодильник открывает. А вот он. Как на ваш взгляд, нецензурная брань увеличивает эффект от шутки? Ну, вы знаете, сама брань, наверное, нет. Но есть анекдоты, однозначно, огромное количество у меня, в моей коллекции анекдотов, где слово заменить невозможно, оно просто чуть-чуть не так эффектно. Но бывает смачный мат, если так уж и говорить. А бывает грязный. Ну да. Неприятный. Многие современные комики на заре своего творчества пользовались этим способом, нецензурной бранью, для того, чтобы вылезти на сцену, чтобы он сказал это слово. Как это может? Сейчас, наверное, уже к этому все привыкли, это уже не в диковинку. Я считаю, что надо публику брать чисто, чисто красиво, за счет актеровского мастерства и блестящих репритов, где они фигурируют маты. Можно, можно это делать. А если этого не хватает, тогда приходится у нас, отключаешься, держу от деревьев, это запретный прием для меня, по крайней мере. А вы использовали подобного рода приемы? На сцене? На вечеринках. Вы знаете, я даже среди незнакомых людей, даже среди мужчин, не позволю себе рассказать анекдот с матом, пока не услышат от них. Исследую, что компания заряжена, им это нравится, они хорошие рассказчики, они воспринимают нормально, когда я могу себе позволить. А там, как я уже говорил, однозначно огромное количество, без блестящих, очень смешных. Говоря о женском юморе, как вы к нему относитесь? И вообще разделяете ли вы юмор по гендерному признаку? Я не разделяю абсолютно, потому что есть хороший актер, есть плохой актер, есть хорошая актриса, есть плохая актриса. Это просто талантливый человек, независимо от пола. Потому что если человек талантлив, женщина, она, вернее, или мужчина, это абсолютно не важно. Просто уровень юморского мастерства. В первую очередь, безусловно, в божий дар. Я в этом абсолютно не вернусь. Но человек, который понимает, где собака зарыта, чувствует, что он талантлив, это любой артист чувствует себя сам. Там, плюс ко всему, он видит реакцию других людей, которые говорят о том, но видят, что проходит, даже не участник день. На ваш взгляд, что больше всего притягивает к вам зрителя? Я слышу, что меня люди любят. Это, конечно, очень приятно. Может, потому что я какой есть, такой есть. У меня образов, как таковых, мне так много, я все рассказываю о себе. Людям нравится. Надеюсь, что божий дар, божий комитет тоже поцеловал Маковку. Надеюсь. Вот залог успешного, хорошего дня, на ваш взгляд, в чем заключается? Не напиться с вечера. Что такое бывает? На мягче все, конечно. Хороший день. Как проснулся, так и говори себе, что этот день твой, и не бывает плохих дней. Бывает просто, ты себя накручиваешь, что это плохой день, хороший. Ты проснулся, глаза видят, уже слышат, но не ходят, значит, уже ты счастливый человек. А как у вас девиз по жизни? Есть ли он? Не унывать. Не унывать? Я не говорю, что я его тут четко придерживаюсь, но стараюсь, по крайней мере. Когда унываю, я стараюсь вспоминать, что есть такой девиз, не унывать. Всем телезрителям, людям, которые понимают и любят юмор, я советую не размениваться на дешевый юмор, которого, к сожалению, будут люди сегодня на экране, а смотреть хороших артистов, хороший юмор, качественный, многогранный. Спасибо огромное, друзья, за такой теплый прием. Спасибо большое. И еще одна звезда российского масштаба побывала в Ульяновске, причем с весьма интересным проектом. Шекспир и Прокофьев впервые сошлись на ульяновской сцене. Концерт, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и Всемирному дню театра, состоялся на подмостках областного драматического театра. Известный актер театра и кино Сергей Чунишвили и ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением главного дирижера и художественного руководителя Омского академического симфонического оркестра Дмитрия Васильева представили литературно-музыкальную композицию Шекспир и Прокофьев, Ромео и Джульетта. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам дня. Берегите себя и до скорой встречи.